Друзья мои, всем огромный-огромный привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Мы продолжаем с вами марафон видео о бюджетной парфюмерии. И сегодня мы с вами поговорим о самом, что ни на есть, осеннем аромате. Я не знаю, как у вас в городах. На данный момент я нахожусь в Великом Новгороде. Это рядом с Санкт-Петербургом, в котором я базируюсь основную часть времени. Сейчас я у родителей. У нас очень холодно, девчонки. Осень ударила на отмышь. Действительно, лето очень быстро закончилось. Мы не успели подготовиться. Дома у нас очень холодно, и рука так и тянется вот к этому аромату от Bracard из серии Color Filling. Это Orange. Девчонки, буквально вчера я смотрела видео Любы Далиман, где она делилась своим отношением к марке Bracard. Что это не очень интересно, что это очень посредственно, что нет никакого абсолютно желания знакомиться с их новыми ароматами. Все какое-то такое, очень никакое. Отчасти я с этим согласна. У меня никогда не было любви к какому-то конкретному аромату от Bracard. Есть серия Day Dreams. Я во влоге рассказывала, что моя мама очень любит аромат из этой серии Водяная Ива, потому что он такой в уклон на флер-наркотик, да, немножко. Была у них серия вот эта вот Color Filling, которая меня как бы заинтересовала. Я хотела приобрести фиолетовый флакон, но что-то как-то все это забылось. И сейчас уже, если честно, нет никакого желания. Вот эти вот сады природы, да, дары природы, там вот эта вот смородина, там томатная ботва. Знаю, что многие прям обожают эту томатную ботву. Тоже я как-то не оценила. Я не покупала эту серию, но пробовала в магазине. Как-то тоже очень все акварельно, очень все нестойко. Часто они копируют другие ароматы, да. Ну, вот как-то, знаете, это все не очень интересно. Я лучше куплю что-то из Зари или лучше задублю даже что-то из Зари, чем буду тратить деньги на бракард. Ну, потому что действительно это не очень интересно. Вот ничего не могу сказать. Был у меня аромат из серии Daydreams Pion. Ну, это вообще было полнейшее разочарование. Я ждала, что это будет действительно какая-то такая розочка пионовая, акварельная, зная, что у бракард все такое какое-то, знаете, в полголоса. Но это оказалось просто ужасно. Это оказалось как-то по-дешевому сладко. Никакой пионовости красивой там нет. Это действительно очень дешево звучит. Я отдала этот аромат подружке. Он был буквально без двух распылений. Ну, она не привередлива к парфюмерии. Она как бы брызгается, ну, чтобы что-то, да. Ну, и все. И вот на этом как-то вообще тоже закончилась моя история с бракард. Не хочу я вообще тратить деньги, чтобы с этим знакомиться. Я обычно заказываю бракард на каких-то маркетплейсах. Хотела, хотела взять фиолетовый, потому что слышала, что и Кваси на нем рассказывал, что это такой очень декадентский аромат. Он такой немножко, он в пудру ретро уходит. Я, в принципе, люблю такое. Но, знаете, перегорело. И вот, честно скажу, лучше что-то возьму из зари. И знаю, что во всяком случае это будет о чем поговорить. Потому что, ну, у бракарда это все какое-то очень, ну, никакое. В общем-то, когда появилась вот эта серия Color Feeling, я, конечно, долго выбирала, потому что выбрать было из чего. Очень многие блогеры про эту серию там рассказывали. Кто-то с разочарованием, кто-то с интересом. Есть, вот я повторюсь, да, фиолетовый. Я хотела он такой пудровый. Есть красный, это что-то в тему Форда Lost Cherry. Ну, это вообще не моя история. Я терпеть не могу Lost Cherry. Я про это говорила в видео о парах в кошмарах. Есть желтый в степь флер наркотика. Есть два мужских, там, синий, зеленый. Это вообще меня не интересовало. Потом они черный сделали мужской. И недавно сделали такой красивый, очень бирюзовый флакон. Не помню вообще. Ну, понимаете, это все не их. Вот, кроме этого аромата, кстати говоря. Это все немножко какая-то, ну, по мотивам чего-либо. Татьяна Миронова снимала видео про этот бирюзовый колорофилинг. Ну, в общем-то, хотела я что-то вроде как взять. Мне флакон так понравился. Потом поняла, что, ну, это у меня будет стоять. Потому что, вроде как, я пирамиду глянула. Что-то меня ничего не заинтересовало. В общем-то, выбрала я оранж. И выбрала я его изначально почему? У него роскошная пирамида. Когда я увидела его пирамиду на фрагрантике, я поняла, что мне это надо. Ну, во всяком случае, потому что это реально интересно. Дай бог памяти, в старте там календула, физалис, апельсин и что-то такое еще. И что-то еще. Ну, в общем, вот календула, физалис, апельсин. В сердце там манго, красный жгучий перец. И в базе, я очень хорошо помню, что там есть кетер и есть почульки даже. Это стопроцентная осень. Я не представляю этот аромат ни зимой, ни весной, ни, боже упаси летом. Это будет, ну, не то чтобы неуместно. Это будет вообще, это будет звучать дико. Здесь давайте на блотер. Он интересный. Девочки, забегая вперед, я вам скажу, что я этот аромат подарила маме. И мама, она, у нее какой-то такой, знаете, специфический вкус на самом деле на парфюмерию. Она вот, например, очень любит белый перец от Лартизан. Хотя я понимаю, что для многих, например, этот аромат, это пар в кошмар. Потому что, ну, это чисто перец-перец. Ну, это носить очень сложно. Но вот она любит. И вот этот вот оранж она тоже оценила. Девчонки, я почему вам про него решила рассказать? Если бы это была совсем какая-то посредственность в стиле бракард, я бы даже не стала снимать это видео. Но это действительно что-то у них уникальное. Я что-то не помню такое ни в люксе, ни в нише. Вообще вот этот аромат, в отличие от других из серии Color Feeling, да, это хороший, хороший, такая хорошая претензия на нишевое звучание. Но при всем этом бракард, конечно, не дотягивает. Ну, понятно, что здесь и цена другая, да, рассчитывать на полноценное нишевое звучание и качество здесь не приходится. Но, тем не менее, вы понимаете, в чем дело? Это действительно звучит нишево. Во-первых, это звучит абсолютно унисекс. Правда, это звучит унисекс. На мужчине это будет очень интересно звучать. Но вот такое вот звучание, вот такая вот пирамида, вот такие вот компоненты, они все-таки, как я думаю, как я представляю, они все-таки предполагают, это более густое звучание. Здесь, при вот этой всей роскошной, красивой, странной нишевой пирамиде, это звучит акварельно. И вот поэтому мне это не нравится. В той вот мере, в какой бы это могло мне понравиться, если бы это было гуще, если бы это было насыщенней, если бы это было более стойко, потому что это не стойко, не стойко вообще, понимаете? Хотя звучит, это действительно интересно. Ну, давайте немножко поговорим про звучание, про ноты. Я здесь в упор не слышу манго. Ну, не слышу я здесь манго. Кто-то говорит, что здесь слышит какие-то манговые цукаты. Нет, я это здесь не слышу. В первую очередь для меня этот аромат про морковь. Это аромат про морковь, это аромат про тыкву, это какие-то осенние грядки. Где-то вот на фрагрантике я прочитала такое очень интересное когда-то в свое время описание, и после этого я заказала этот аромат, что это какой-то осенний пейзаж. Тут же и морковь, тут же и тыква, и где-то на заднем фоне бархатцы. Да, здесь действительно есть бархатцы. Это здорово. Я не очень люблю календулу в парфюмерии. Я уже об этом говорила, когда рассказывала про аромат от Адам Левин, этот микрофончик, да, там есть календула. Но она там совершенно другая, конечно. Она более... Она не такая выпирающая, как здесь. Здесь, конечно, календула выпирает. Но вкупе всех остальных ингредиентов перчик вот этот тоже здесь ощущается. Он дает пикантность, очень вкусно это все звучит. Но все-таки для меня это такая свежая морковь, очень ароматная. Это бархатцы. Это какой-то хэллоуин. Это вот эти тыквы хэллоуин, тыквы, которые на хэллоуин, да, выносят, в Америке выносят возле своего дома эти тыквы резные, в которые вставляют свечечки, да, такие фонарики уличные получаются. Вот это что-то такое. Это очень красиво звучит осенью. Но вот я понимаю, что это настолько на любителя за счет того, что здесь это ароматная свежая морковь. Но она здесь просто для меня орет. Никакого манго я здесь не слышу. Возможно, я здесь слышу в самом старте апельсинчик. Но опять-таки, вот это все, он рыжий. Это, понимаете, физалис тоже я здесь слышу. Но вы понимаете, да, примерно направление этого аромата. Да, он действительно рыжий, рыжий по-осеннему. Это грустный аромат для меня. Грустный, он, понимаете, вот здесь очень интересно. Ведь такие классные здесь компоненты в пирамиде. Здесь есть и апельсин, здесь есть и манго, здесь есть и календула, и перчик. И вот почульки здесь тоже есть. Вот знаете, что здесь дают почульки? Вот эта морковка, она не просто вы ее принесли, да, из огорода к себе и нарезаете на такой хорошей деревянной досочке добротной. Нет, она прям в земле. Вот эти почульки здесь землистые, они вот дают какую-то вот, как будто вот эта вот грядка морковная. То есть ароматная морковь, это ботва, во-первых, морковная, сама морковь, земля вот эта влажная, понимаете. И так холодно на улице, и вы вот так мерзнете, вам это все надо тут, понимаете, эту морковку подвытаскивать, уже так холодно. И вот эти бархатцы, ну вот как-то все вот оно вот вместе тут, я не знаю. Какие-то такие странные у меня ассоциации. Вот да, я действительно согласна с мнением, с рецензией на этот аромат на фрагрантике. Да, это какой-то такой осенний огород, безусловно. Вот земля вот эта, почульки, здорово, конечно, звучит. Так вот, это грустный аромат, с чего я начала. Пирамида супер, она такая, как бы кажется, жизнерадостная. Но почему? Для меня это такая стойкая ассоциация с осенью. На сегодняшний день из всей моей парфюмерной коллекции я, конечно, как самый осенний аромат выделяю этот, потому что он у меня стойко ассоциируется с осенью. Он грустный. Он какой-то пасмурный, тем не менее. Он совершенно не позитивный. То есть он, понимаете, он, если бы можно было этот аромат сравнить с каким-то звуком, это звук дождя по крыше, вот этого, понимаете, не грозы какой-то летний, а вот такого противного дождя, который с утра до ночи, на улице так холодно, еще этот дождь по крыше стучит, понимаете. Ну вот это что-то такое. Это промозглый воздух, это какая-то, знаете, такая хандра осенняя, какая-то такая рефлексия непонятная, понимаете, когда вроде все в жизни хорошо, но вот ты сидишь, пьешь этот, садишь этот чай горячий, потому что отопление еще не дали. И вот сидишь о чем-то думаешь бесконечно, за окном этот серый пейзаж, понимаете, ну вот что-то такое. Потом ты идешь на кухню, хочешь себе сделать согреться какое-то суп-пюре овощное, берешь эту морковь, нарезаешь ароматную тыкву, ну вот что-то такое, девочки. То есть он такой какой-то, ну какой-то он такой хандристый этот аромат, не знаю. Но он, конечно, очень интересный. Вот я, если честно, вам его рекомендую попробовать. Он, ну, стоит на самом деле дешево. Ну, мне кажется, самая высокая на него цена, это рублей 500. Может найти и подешевле. Попробуйте, закажите его на осень. Вот на самом деле, я вот вам не рекомендую остальные вот эти вот бракарды, потому что, ну, это все, понимаете, из серии по мотивам чего-либо. Ну, лично для меня это неинтересный вариант. Ну, вот мне неинтересно от бракарда какая-то реплика на Лос Черри. Честно, мне вот это вообще неинтересно. Мне неинтересна вот эта вот очередная какая-то реплика на флёр наркотик. Ну, вот, понимаете, это все скучно. Здесь интересно. То есть, понимаете, не факт, что вы будете этот аромат носить. Вот, ну, далеко не факт. Особенно, если ваш парфюмерный шкаф это что-то такое, ну, такое что-то цветочно-фруктовое. Ну, и даже если вы ретро любите. Ну, потому что вот это, это реально нишево звучит. Ну, все бы ничего. Опять же, я повторюсь. Пытались они, пытались, но не допилили они, не допилили. Вот бракард, вот в этом весь бракард. Все у них какое-то, понимаете, серединка наполовинку. Какая-то здесь пирамида роскошная, очень интересная. Звучание, ну, конфетка. Вот, вот если абстрагироваться от того, что это как бы очень хандристо, от того, что это как-то очень морковно, от того, что здесь это календула, это очень странно. Но это здорово, это необычно, это выделяется очень. А тем более, если мы возьмем в расчет, что этот бракард, который постоянно пилит, эти реплики и какие-то компоты непонятные, это вообще подарок просто. Это жемчужина этой серии, на самом деле. Но, ну, как обычно, не допилили они густоту звучания. Получилось это как-то очень акварельно. Ну, здесь, правда, хочется плотности. Вот если бы он был чуть-чуть поплотнее, чуть-чуть, если бы они сделали более крепковатую базу. Она здесь красивая, база здесь читается, хорошая база интересная, почули в базе. Вот сейчас вот он немножко, кстати, разошелся, перчик хороший в сердце появился, прям он такая остринка. Ну, да, интересно, он такую пикантность тут дает. Пирамида классная, все друг с другом дружит, хорошая база крепкая. Но сделали бы они его, ну, чуть-чуть, чуть-чуть погуще, чуть-чуть. Ну, это же все-таки, ну, это же не свежак. То есть, вы понимаете, здесь такое классное нишевое звучание, но сама, понимаете, ну, я сейчас скажу такую вещь странную, ну, я думаю, вы меня поймете. Сама консистенция этого аромата, насыщенность его какая-то, она какая-то, как будто это какой-то свежак, вот, как будто это какая-то вот реплика на императрицу Дольченгабана. Вот очень странно, вот, ну, бракард, есть бракард, конечно, они вот в этом плане, понимаете, ну, взялись уж что-то сделать, реально интересно, интересно-классное, но допилите вы, допилите, сделайте это поярче-то хотя бы, подольше-то, это вообще же не стойко. Этот аромат очень хорошо звучит на каких-то платочках синтетических, а-ля вот такие вот, знаете, а-ля шелковые. У меня вот мама очень любит его по осени, вот именно, когда еще не носишь вот такие вот палантины, там, кашемировые какие-то, да, вещи теплые. Она обычно такие вот уже, ну, она у меня такая, она не мерзлячка, она до последнего будет эти платочки носить, да, такие, на шейку повязывать. Вот очень хорошо на таких платочках он звучит. Ну, вот, понимаете, ну, это вообще не стойко, вообще не долго. Ну, маме очень понравился этот аромат, и я как-то, я очень долго пыталась с ним подружиться, я говорю, меня вот останавливало то, что, ну, мне не хватает стойкости, мне не хватает густоты. Красивая пирамида, но абсолютно это вот реально, это ощущается, как будто это какой-то свежак, вот именно не по аромату, а именно по ощущению, то есть, ну, короче говоря, бракард, вот реально, вот они просто испортили классную свою задумку, я не знаю, что еще здесь сказать можно. Маме нравится, но она, в принципе, не особо привередливая, я вот пыталась с ним подружиться, притащила маме, она говорит, слушай, во, говорит, вообще классно, она любит такое, она любит странное, она очень любит сады эрмес, то есть, вот такое, да, кто знает сады эрмес, эрме, да, лучше правильно сказать, сады эрме, да, ну, то есть, там тоже такое специфическое звучание, поэтому это ее, ее тема. Ну, я рада, что как бы и она носит, она, видите, его так хорошенечко пьет, у нее много ароматов, но вот, видите, она его выпила очень даже ничего, здесь же соточка, да, наверное, соточка, да, соточка, ну, Ну, в общем-то, девчонки, вот такой вот аромат, несмотря ни на что, я повторюсь, я вам рекомендую его попробовать, потому что это действительно очень-очень интересный вариант. Вот я бы никогда бы не подумала, что это браккард. Это реально нишевое звучание за копейки. Ну, да, по стойкости это чисто браккардовская история, по насыщенности, конечно, они не допилили в сотый раз, я повторяюсь, да. Но, тем не менее, попробовать стоит, потому что, если вот вы любите такое все странненькое, вот здесь такая, кто любит календулу, кто любит морковку, вот это реально какой-то хэллоуинский вечер. Это абсолютная осень, если вот вы хотите что-то такое осеннее, неважно, ну, что-то недорогое, чтобы сильно не потратиться, но чтобы вот что-то такое вот аутентичное, вот да, 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 это интересно, реально, интересно. Не знаю даже, с чем это можно сравнить, из люкса, ну, из ниш это много с чем, но из люкса, да, из люкса не знаю пока что, во всяком случае, в моей коллекции ничего вот подобного нет, не знаю. Классная штучка, классная, любопытная, ну, опять-таки, конечно, ну, ладно, за эту цену. В общем-то, девчонки, вот такой вот получился обзор, надеюсь, что он вам понравился, он вас заинтересовал, пробуйте, заказывайте. Можно, я думаю, спокойно этим и дома воспользоваться. Вот этот аромат, знаете, кстати, вот он подойдет на такие вот случаи, когда нужно выйти на часик с собакой, по такому, знаете, осеннему холодку, вот так вот все это пасмурно и мрачно, идешь ты с этой собакой, да, в этом оранже осеннем, и мне кажется, да, это было бы неплохо. Ну, я уже отдала его маме, я вот просто, знаете, набрызгала блотер себе, сижу и прям мне вот нравится. Ну, нету здесь манго, апельсинчик есть, манго не слышу, хотя многие слышат здесь манго, но он такой, он сладенький. За счет того, что здесь и апельсинчик, и манго, он сладенький такой, да, он сладкий. Но эта сладость такая, в обрамлении вот этой холодной морковки с грядки, это все звучит интересно, очень сложно его описывать, потому что он прям такой, он прям нетипичный, реально, очень-очень странный, очень. Кто любит странное, вот попробуйте, за недорого попробуйте и получите впечатление, ну, всегда можно кому-то передарить, либо, опять-таки, под него нужно настроение, это не аромат на каждый день, безусловно, нет. Это вот аромат на какое-то определенное странное настроение, когда реально хандра, когда хочется себя добить, ну, в хорошем смысле, потому что такая рефлексия, она иногда все-таки нам идет на пользу уже с вами, девчонки. Вот, поэтому, да, аромат на такое определенное настроение, в этом тоже что-то есть. Спасибо всем большое за просмотр, очень классный флакон, здесь такой золотой, я золото не люблю, не ношу, у меня даже кольцо обручальное из белого золота, то есть, как бы, я не люблю я золото, но здесь здорово смотрится, классная серия в плане оформления, реально смотрится очень прилично. Добротный флакон такой, и такая очень коробочка такая, знаете, ну, вот, единственное, мне не нравится вот это, вот, можно было бы обойтись, да, ну, кому как, но очень стильно, очень стильно смотрится. Ну, брокарты умеют красиво оформить, еще бы содержание бы допиливали бы, да, до нужной кондиции, ну, ладно, в общем, очень здорово смотрится. Девчонки, благодарю вас, уже повторяюсь, спасибо, надеюсь, что это видео оказалось для вас приятным и полезным, и до новых встреч!